Сегодня из Карачаева Черкесии в зону специальной военной операции отправились несколько десятков бойцов. Совсем скоро они присоединятся к подразделениям, которые сейчас находятся в новых регионах страны и выполняют поставленные руководством задачи. За отправкой наблюдал наш корреспондент Артур Мкце. У большинства из тех, кто должен был отправиться из Карачаев-Черкесии в новые российские регионы, уже имеется боевой опыт. Ранее они в течение нескольких месяцев находились в зоне специальной военной операции. Потом были курс реабилитации, отпуск и вот новая командировка. На плацу около автобусов стоят несколько групп людей в военной форме. Кто-то делится с коллегами воспоминаниями о недавнем отпуске, другие уже настроены серьезно, вновь воспроизводя в памяти предыдущие поездки. В их числе боец с позывным «Пират», который в первый раз отправлялся в зону спецоперации в феврале прошлого года. Миссия важная – борьба с фашизмом, с нацизмом. Людей 8 лет истребляли. Мы сейчас пришли туда, чтобы навести порядок, искоренить нацизм, фашизм на Украине. Главное не тупить, чтобы все было думать головой, если начинается обстрел, прятаться. Ничего страшного в принципе нет. А этот человек едет для защиты мирного населения новых российских регионов в третий раз. Он, как никто, понимает, насколько важно быть едиными, поддерживать друг друга, помогать чем только возможно. Уважаемая Карачаево-Черкесия, я хочу попросить всех, у кого есть возможность, чтобы мы сами туда поехали, пока они сами сюда не приехали, чтобы наши сёстры, наши матери это всё не видели. Всем желаю добра, удачи, крепкого здоровья. Есть среди бойцов и те, для кого нынешняя поездка первая. Они отправляются в качестве добровольцев, внимательно слушают бывалых военных, учатся на их опыте. Долг каждого из нас, который думает о будущем наших детей, в первую очередь, для детей, чтобы они жили под мирным небом. А во-вторых, чтобы наши родители не боялись выйти ночью на улицу в тёмное время, чтобы им было мирное небо над головой. Почему иду? Потому что я считаю, что это мой долг, долг каждого мужчины защищать своё отечество, свою семью. Поэтому иду. Защита Родины. И вот последние наставления от командира. Вещи в автобусах, пора в путь. Время для отдыха будет позже. А пока эти бойцы с нетерпением ждут прибытия в зону военной операции. Где для них многое знакомо. Они точно знают, как вести себя в той или иной ситуации. Знают, что необходимо для выполнения задач, стоящих перед военнослужащими российской армии. И понимают значимость того, что должны сделать. Артур Махцелек Махожев. Вести. Карачао. Черкесия. Артур Махцелек 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 Махц